Часть опередачи Ферслана из Хиханы, это снова мы, у нас новый формат передачи, который называется анбоксинг, вот мы получили камеру уже, сегодня мы убьем прям одним... Ох, грена себе, какая камера! Одним выстрелом убьем двух зайцев, в общем, короче, и покажем, как это все выглядит, ну и в общем, в целом, в целом и в общем. Начнем с коробки, ну, собственно, в принципе, мы уже по картинке можем понять, что здесь у нас внутри лежит, давайте посмотрим, что здесь. Здесь, походу, название бренда, название самой модели, что здесь? Здесь форматы, поддерживающие камерой, собственно, HS System, ах, кто его знает, что это знает, значит, значит, разрешение у него 1920 на 1080, дальше поддерживает формат MP4, Ultra Wide Angle Lens, это, собственно, это фишай, фишай, то есть широкоформатные углы у нее. Потом встроенный микрофон, Wi-Fi и поддержка SD-карты, как памяти. Что теперь, давайте, как бы, запрыгнем вовнутрь, посмотрим, что же там у нас внутри. Итак, открывается, если бы она была новая, я бы сказал бы, что оно шуршит превосходно и... Ну, на самом деле, это... Как дух в армии. Да, ну, на самом деле, не так. Что же у нас внутри? Мануалка. Идет сначала manual. Базовая настройка, это все в сторону пока. Дальше что идет? Идет... Ну, это на разных языках. Бенемкамерасы. Это какой-то сертификат, судя по всему. Да, какой-то сертификат. Какой хер поймешь, на каком-то киргызском, Чик, Казахстан написано. Ладно, дальше идет гарантийный талон. Гарантийный талон, как я понимаю, международный. Опять-таки, условия гарантии. Дальше идет... Камкорда. Ну, понятно, да, на разных языках. Но нужно понять, что это, в первую очередь. А это, это получается, стартовые эти, да. С чего начать? Гайды, с чего начать? Getting Started. Что здесь? У нас здесь какой-то чек. Чек о покупке, я думаю, он нам не интересен. Что здесь? Это Transfer Utility. Startup Guide. Водное руководство. В сторону. И, естественно, упаковочка, я так понимаю, от флешки. Флешка, скорее всего, внутри. Ну что, непосредственно, давайте приоткроем занавес. Что у нас здесь? Начнем с проводков. USB и microUSB. Получается, вот он, USB обычный 2.0 и microUSB. Дальше у нас здесь идет шнурок. Шнурок распакованный. Давайте посмотрим, что же у нас за шнурок здесь. Шнурок брендированный. Вот брендированный. Canon Incorporated. Сделано в Китае. Canon брендированный. Судя по всему, не ношеный, не резиновый. Непонятно. Так, дальше. Ну и непосредственно, собственно, герой. Герой вот этого вот всего происходящего. В сторону. Подожди, покажите еще провода, которые они были. А, и еще был Power Brick. Ну, то есть, зарядная, да? Power Brick. Вот такого вот плана. Такой вот, значит, насколько здесь он у нас. Идет полтора ампера. Ну, 5,3 вольта. Соответственно, озвучивать входную мощность не стану. Что здесь, что здесь. Ну, все, все стандартно. Европейская розетка. Так, а что у нас подключается? Резетка. Подключается к камере вот такой вот извращенный проводок. Как бы вообще извращенный, тотально извращенной формой. Вот такого. Ну, чтоб ничего лишнего не воткнули. Ничего чужого. Сломался, будь добр, купи. Ну и, собственно, давайте перейдем к герою данного видео. Камера называется Canon Legria Mini X. Вот это, возможно, мы уберем. Чтобы было все понятней. Вот, собственно, сама камера. Ну, я так полагаю, нужно было бы вот это все обтереть. Ну, не важно. Что мы имеем? Что мы имеем здесь? Здесь есть нижняя подставка. Вот такого вот плана. Она изменяется. Зрителям было видно. Чтоб понимали, да, зрители. Можно поставить ее так. Можно поставить ее так. Ну, не знаю, в каких целях вообще. С краю стола не спал. Когда ты ложишь ламинат. Вот, смотри. Вот так вот снимать можно. Не, на самом деле очень хорошая. Да, удобная, хорошая штука. Ты заметишь, что она очень так туго идет. Да, туго. Она не расхоженная. То есть, мало пользовались. Но, я вижу, здесь потертость. Она на треногу ставилась. Здесь есть разъем для треноги. Дальше. Карт. Ну, отдел для карты памяти и для батареи. Ну, пока что. Вот. Вот идет, значит, у нас батарея. Ну, да, и карта уже стоит. Батарея такого плана. На сколько батарея у нас идет? Ага. На 1910 мАч. В принципе, вот она, карта памяти. На 32 гигабайта. Фирмы SanDisk. Да, 10-го. Достаточно быстрая. Ну, то есть, не самая дешевая. Батарея на месте. Закрыли. Что теперь? Что у нас вообще из органов управления здесь? Соответственно, кнопка. Естественно, кнопка REC. Запись. Потом кнопка меню. HDMI. Ага. Мини-USB и мини-HDMI. Если честно, тут замечание. Открою, открою. Блядь, вот не очень неудобно, на самом деле, втыкать. Потому что эта штука вот мешает штуковиной. Если не ровен час, какой-нибудь Медвежан Сирич не очень неуклюжий. Короче, человек будет, ну, как-то пользоваться, то она может оторваться. Вот тут замечание. Ну, без этого никуда. Без этого никуда. Вот. Что с другой стороны у нас? Идет кнопка Power. On, off. Включить, выключить. Уровень микрофона внешнего. Джек для наушников. Джек для микрофона внешнего. Здесь у нас есть встроенный микрофон. Как я понимаю, вот он. И встроенные динамики, вот они. Собственно, ну, по дисплею. Что по дисплею? Дисплей открывается в разных форматах. Можно снимать так. Можно снимать, как это, селфи, да? Селфи, себяшечка. Можно снимать вот так себяшку. Как бы. Вот. Разные углы. В принципе, достаточно удобно. Дисплей сделан очень удобно. Очень-очень. Более чем. Смотри, по сборке. Точнее, это плюс. Я смотрел тоже анбоксинги и тесты на... Это смотри. Это Легри Мини Икс. Да. А там была до этого предыдущая модель просто Легри Мини. Мини. Без Икс. Без Х. Так вот. И там люди жаловались, что вот когда открываешь этот экранчик, то он... Люфты. Нет. Нет. Здесь очень все солидненько. Все сделано. Туго ходит. Главное аккуратно этим пользоваться. Вот опять-таки я показываю. Легкими движениями. Оно все. Ну, достаточно туго. Я бы сказал даже... Люфта. Люфта нет. Дорого. Дорого. Пластик на ощупь тоже не самый дешевый. И вообще, самое офигенное, что мне нравится, это то, что любая позиция дисплея. Вот. Хоть так. Хоть так. Хоть так. Просто протереть потом надо будет. Ну, конечно, залапали уже. Что? Что еще? Ну, давайте, наверное, первое включение, да? Посмотрим, что у нас есть. Смотрим, да? Вот тут у нас шторка на линзе. Оп. Есть. Далее. Давайте попробуем хотя бы в меню, что ли, зайти. Потому что снимать же я сейчас не буду ничего. Правильно? Ну, так. Чтение. Это галерея. Это галерея? Нет эпизодов? На пустая, да? Ну, да, я же ничего не снимал. Ну, собственно, что? Режимы съемки. Выставлен на данный момент авто. Ну, это уже будем разбираться по ходу. Что еще? Дальше. Отражение, поворот. Включение съемки. Зеркально отражение. Ну, прикольненько. Зеркальным отражением и автоматическим определением ориентации видеокамеры. То есть, значит, где-то, по идее, здесь должен быть какой-нибудь типа акселерометра, да? Или что-то типа. Ну, в общем, не суть. Таймер. Дистанционное управление плюс поток передачи. Используйте смартфон в качестве пульта ДУ для съемки и с помощью видеокамеры. Пульт ДУ, я думаю, все знают. Пульт дистанционного управления. Что еще? Что еще? В принципе, тачскрин достаточно отзывчивый, удобный, на удивление. Так. Интервальная, ускоренная или замедленная съемка или видеокадры для получения особых записей. Спецрежим съемки присутствует. Но это нужно будет опробовать. Как бы я слабо представляю себе, что это такое. Дальше идет аудиоэпизод. Аудиоэпизод. Оптимизация звуковых параметров встроенного микрофона для различных эпизодов. Ну, в принципе, интересная тоже, видимо, функция. Вряд ли мы будем ее использовать. Ну, тем не менее. Другие настройки. В других настройках настройте различные параметры видеокамеры согласно своим предпочтениям. А давайте посмотрим, что здесь. Форматы ролика, качество определения и отслеживания лифта. Автокорп. Наверное, автокарактеровка контрольного света. Это хрен знает. Медленный автоматический затвор. Ну, в общем, функции дохрена и трошки, как говорится. Стабилизаторы, уменьшение мерцания, экранные маркеры и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, там плюс, это я зашел только вот. В первую вкладочку дальше звук. Дальше идет язык. Ну, то есть, мейн-мейн настройки. Мейновые. Основные, да, базовые. В общем и в целом, я не знаю, меня более чем устраивает. И, ну, по эксплуатации еще ничего не могу сказать. Ну, потому что они еще не пользовались. Как бы основное мы посмотрели. Я предлагаю посмотреть, как же она поведет себя в съемке. Какое будет качество. Какие широкие углы заявлены. И насколько это все широкое. Давайте начнем снимать. Да. Ну что, поехали. Так.